Турнир памяти спортивного журналиста, погибшего в авиакатастрофе, автора и ведущего программы «Время футбола» Наби Аликберова завершился в минувшие выходные на мини-футбольном поле Анжи-Арены. Отдать дань памяти и уважение известному журналисту собрались его друзья-коллеги. Подробнее в сюжете Курбана Рагимова. Арена Химки встречает болельщиков Анжи ясной погодой. Наби Аликберов был известен как собственный корреспондент НТО+, работавший на домашних матчах Анжи. Параллельно с этим он ввел на РДВК «Дагестан» авторскую передачу «Время футбола». В последнее время Аликберов трудился в газете «Дагестанская правда» и был задействован в ряде проектов клубного телевидения Анжи. Всю душ отдавал футболу. Специально ездил в Москву, отпуск находит, ездит в Москву, стажируется там, приезжает, над собой работает. И у него футбол-то была его жизнь. Мечта была у него попасть в Москву на НТВ+. Это огромная мечта у него была. В Кубке памяти Наби Алик Первого принимали участие шесть команд. Это представители футбольных фан-клубов, команда менеджмента футбольного клуба Анжи, коллеги из РДВК «Дагестан» и команда, собранная из республиканских СМИ. Все они вышли в эксклюзивных футболках, выпущенных специально к этому событию. Сама организация турнира принадлежит руководству футбольного клуба Анжи, который, проводя, скажем так, турнир не только среди болельщиков, но и среди журналистов, принял решение вспомнить известному дагестанскому журналисту Наби Алик Первого, который все мы, конечно, знаем. Друзья и коллеги отзываются о Наби Алик Первый как о талантливом журналисте, хорошем и скромном человеке. Что его отличало в нашем коллективе, то, что, несмотря на то, что каждый из нас имел какие-то знания о футболе, с ним сравниться мало кто мог. Он знал то, чего другие не то, что даже знать не могли, они даже это прочитать не могли в средстве массовой информации. Он был очень эрудированным человеком, очень умным, достойным парнем. Небольшого интервью, спасибо Наби за то, что он до последнего борется с Денисом Глушаковым за вот это вот интервью для нас с вами. Амбиции у журналиста были самыми высокими. Среди планов Наби, которого мечтал реализовать в своей творческой карьере, сотрудничество с ведущими спортивными телеканалами. Поездка на Евро-2016 во Францию. 19 апреля 2015 года на 30-м году жизни в автокатастрофе Наби Алик Беров погиб. У него остались жена и сын. Вы знаете, он об этом, он мечтал, чтобы он был футболистом. Он даже планировал 6 лет или 7 его отдать в Академию Анжи, я помню, говорил так. Ну, посмотрим, если будут перспективы у него, какие-то планы в жизни, почему бы и нет, можно продолжать деятельность отца. Победу на Кубке памяти Наби Алик Беров праздновал фан-клуб Старая Гвардия. Турнир в честь известного дагестанского журналиста планирует проводить ежегодно. Субтитры создавал DimaTorzok